Ну вот мы приехали в Бельмесёво. Это дачный посёлок тут. Сегодня у нас 1 февраля 2020 года. Приехали за нашим братом Василием Черепановым. И вот тут вот доехали, а тут уже тупик. Всё уже, не заедешь дальше. Вон там брат Андрей сзади. Машина тоже подъезжала. Мужчина-женщина. И тут только пройти пешком можно. Вот так вот намело. По осени я ему привозил дрова тут. На машине заказывал. Свободно проезжали. Вот сейчас вот Андрей выйдет, и мы пойдём вместе. Ну всё, слава Богу за всё. Попровались всё. Если что, тебя вытащим. А вот мы приехали вместе. Сейчас по этим сугробам будем идти. Да, у нас прогулка в 27 градусов мороза. У тебя брата в машине не показывал сколько градусник? Градусник у тебя в машине есть? Минус девять, по-моему. Минус девять? Да. Да ну, ты чё? Ну здесь не знаю. Это у него в салоне... Что-то там. Больше-то чё тут? Около 20 градусов, наверное. Руки замерзает сразу. Да, интересно. Ну ладно, потом покажу тогда. Минус 17? Да. Ну вот это реально. Вот я соглашусь уже. Ну вот мы уже повернули. Шли с той стороны, сейчас повернули. У нас лёгкая прогулка зимняя. Дома-то засидели все. И вот все такие улицы здесь. Понятное дело, что никакой бульдозер не ходит. Ну что, тут мало кто живёт. Единицы. Такие, как наш брат Василий Терепанов. Заберётся и зимует. Красота какая. Я Игорю Дубанову брату сказал, говорю, у тебя за окном, говорю, такой буран хороший, бугурок. Он говорит, ты чё это? Смеёшься, типа надо мной. Так уж ему зима сильно не нравится. А мне вот нравится. Пейзажи хорошие. Ну не считай тех моментов, когда ты замерзаешь. Вот тут домики везде. Деревенский пейзаж очень красивый. Мне нравится в деревне жить. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Ну вот мы, вот мы подходим уже к брату Василию. У него там печка топится, он нас, видимо, ждёт. А тут даже и тропинки нету к нему. Вот так вот. Это же вон он тут, да? Да, вон, вон, вон. Это его собачка. Я забыл, как она у него там называется. Давайте. Видно, что никто не ходил. Тут у него вообще тропинки нету. Вот до сюда мы шли, была тропинка, а тут исчезла сразу почему-то. Ого. Ой-ой-ой. Не знаю даже, куда вам дернуться. Я-то вон тону. Я ещё хотел свои эти одеть, зимние, которые мне дубунов подарил. Как они там называются? Толстые-то такие, утеплённые. Молодец, молодец, умница. Да вы чё, ты посмотри какой там. Заработала уже на похлёбках. Не, а здесь она стоит. Не, а здесь она стоит. Не, а здесь она стоит. Ты замёрзнешь ещё. А? Она замёрзнет здесь. Чё она будет стоять? Молодец, молодец. Молодец, молодец. Пойдём этот... Куда там? Вот сюда, да. Потому что здесь наметённо. Здесь нормально. Городские ботиночки. Лучше приехали. Ну, в том-то и дело. У нас-то есть зимники. Так. Смотри-ка. Собачка. Собачка точно знает. Молодец ты умница. Молодец, умница, умница. Молодец, умница, умница. Оп. Там-то вообще не пройти тут. Он даже не выходит. Смотри. Он не видит вон протираться в окно. Мне же холодно там. Хотя топит. Видно, что старается. Молодец ты, молодец, умница. Работаешь. Собачка молодец тут. Сделала уже. Давайте, давайте. Молодец ты, молодец. Вот у него ещё к кучке лежит. То, что 8 дрова привозили. Молодец, молодец ты. Молодец. 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 Ну да. Вон видно, в окне дрова торчат. То есть он колол, домой занёс. Привет, Васильенко. Да мы хорошие. Не переживай. Вот у него. Молодец, молодец. Молодец, молодец. 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 Чего он там? Да кто его знает? Может у него дверь замёрзла? Как обычно. охранная собака молодец молодец ну вот наконец-то солнышко а что церковь снега вообще не выходишь картошка есть картошка и мёд начать тут принципе те до остановки то ну бы пробраться каким с божьей помощью а картошка замерзнет топить ну ну не целый день же натопил утром до приехал и обратно вернулся тебя же там никто не заставил но ради этого случая брат надо постараться было но сергей павловича тебя ждет горы все привозить его туда варнаул чё поедешь он горел на ночь на нас сегодня завтра в ты словно на службу сходи какого я затопил ну и чё говорю поставил варить ну чё все тепло в трубу ну ты сам решая василика ну чё думаешь от него решили пошли мы хотели тебя сейчас мы хотели тебя забрать а ты будешь а потом мы сейчас тут идем то оттуда с поворотом астасия почти что кто картошку есть а ты ничего не кормишь ну картошка я тебе беру кормлю больше нечем кормить а свет есть откуда он свет нет уже дача он не подключал тут заходите я смею еще все дверь закрывай сразу о дровишки у него мир дома сего с миром принимаю у меня сразу запотело потому что с улицы зашел вот тут это тепло тепло и влажно дрова сырые да ну заранее сушить если так нормально и ты у печки живешь да ну как у печки ну у печки иди походи ну а ноги грейся дали ага тебя еще тяжелый труд идти обратной зато запомнишь на всю жизнь что было у брата василия в гостях да сильно то не закрывайся мы сейчас пойдем уже в то время то уже темняется это вот тут ты спишь да ну я встал вот 6 градусов было вот нормально тепла ну на 2 градуса от солнца нагрелся дом на 2 градуса нагрелся ну от солнца термос 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 так ну не замерзать вот здесь намерзает лед так вот снизу по бокам а там вообще не замерзать ну то есть снег не дает замерзать ну так конечно утепление снежное ты сними погрей ноги на возьми стул погрей а то еще идти обратно обратно его бежим не облился не облился ну и есть руки заняты виноват грей руки я согрел мы то ищем отлетешься пойдешь да нет мы сейчас пойдем да мы пойдем уже сейчас ну Василий ну ты смотри думай если сейчас Сергей Павлович подожди сейчас Сергей Павлович сказал мне да я говорю все тепло это на улице будет да и картошка замерзнет куда а у тебя что картошки много много сколько 3 мешка а тебе кто дал или сам выкопал так и сам натаскал на досках ну выкрасывает мелкую вон видишь какая картошка мелкая а что у тебя телефона ничего не работает да нет ну электричества нет ну так чем заряжать то это отключило садоводство да ну отключило все и когда в ноябре отключили ну отключили в конце сентября ты самое главное брат молись чтобы здесь как говорится одному тут не закрязнуть мне брат надо в Барнаул мне кажется по любому потому что здесь тебе да нет я деревенский нет ну понятно что деревенский кто спорит я не люблю ну а в городе ты с братьями все равно какая-то ждет тут как тебе правильно брат говорит здесь 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 единственное что плохо то что он один ты на свободе живешь если что-то случится я здесь родился ты правильно говоришь здесь родился не позвонить ничего тебе мы то есть переживали я абориген этих мест Василий Николаевич мы переживали то что тебя нету еще неизвестно живой ты не живой вот почему я и поехал сегодня я хотел на автобусе приехать а Игнатьич говорит нет она машине с кем-то ехать ну мы все доехали дошли до него он тут живой все нормально топить печку как бы живой все нормально но ехать в Барнаул сам не знает хочешь давай трубку ему дам поговорить будешь говорить с ним давай на Сергей Павлович Попков у тебя возьми трубку возьми Сергей мир тебе да я печь топлю аккуратней если у него нет то что все тепло на улице будет и картошка замерзнет на картошке 3 мешка даст тебе капк哲ки кто?", я тебе дам полмешка капкал 워요 нет он мог бы с собой забрать не тащить-то далеко нет брат картошку тащить не тебе зато согреешься да а то жил бы была бы ругана с братьями в храм ходить возьмет я тебе говорю все тепло на улице будет и капкалом дрожuem только дадут тебе капкал картошка все вытянут тепло ну и картошка замерзнет богом ну ладно ты помнишь нам о тебе молимся не забываем ты о нас тоже молись там могла на сам тоже бодрствует и это хоть как-то не знаю какой бы как-то сигнал подавал нам чтоб ты живой неизвестно ты тогда до какого времени здесь собрался до весны быть я оборуден этих вес как как я тут погибнет нет это весны 5 обвалится я вам к родни выйду на всякий случай иди в печке погреть 5 минут иди дай сюда тебе стань брать это дай куру длина пусть она погреет у печки ну дай 5 минут подождем а то она ноги отморозит иди садись вот тут тепло и печки погреете да я там маленько дайте и сяду садись ой красиво да вот так сиди да мы уже сдавать надо было вот погреть а тут ну вот куда сибирской здесь дорога есть на беремешево ну мы сибирской долины оттуда заехали все пошлите и там в тупик встали там перемело давай пошли мы выпускаем нас это вот это от конторы да 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 дальше 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 еще дальше дальше намного дальше все брат открывай нас открывай нас выпускаем пошли да все с богом тогда ну я как понял ты до весны здесь будешь ну да куда деваться да забрался тебе неизвестно кто тебя сюда затащил вот тут да еще молодец молодец картошку ты отрабатываешь свою да бедная собачка ух ты там еще и второй этаж есть да смотрите как он у него хороший у тебя замок ну провожай это брат чтоб она нас не взяла ну она у тебя смотрю так то не сильно худая значит ты что-то проходи в принципе можешь хлебушка давать ей тоже проходите проходите да куда пошло ну давай брат ладно с богом с богом да все она тут не тронет уже да ну как не тронет нет 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 она там возле дома только агрессивно себя вела все с богом с богом с богом молодец молодец вот там обрывается так тропка идет тропка вот так вот идет по буграм на на было просто видимо со стороны деревни сюда заходить тут то ближе идти к тебе а мы оттуда аж вон там вот до туда дошли повернули и оттуда где-то середины да вот сосед что не приезжал говорит оттуда дорога есть ну а кто кто знал то оттуда вот видели по ворот сюда так у него машина у него машина то там стоит ладно с богом слава христот все вот слава богу добрались за машины тут едем тут таки у нас окружает как их назвать сугробы барханы барханы да как господь сказал о потерянной овце что 99 оставляет и идет за потерянной овцой то есть так же и здесь о человеческой душе надо заботиться всегда и как говорит хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними то есть господь в дальнейшем все это возвращает человеку как ты заботился о ближних так и он потом будет о тебе заботиться то есть как это я вот тут недавно слышал этого Даниила Сосоева священника этого священномученика вот и он говорит там на книгу откровения он там толку это дает ну как в виде комментариев своего рода толкование то он там святых отцов приводит что все вот у господа так чудно и что господь заботится о каждой душе вообще мне понравилось он слово боже авторитет людям наставляет там он говорит даже как поклоны поясняет какие поясные какие земные должны рукой там пол доставать ну то есть нужно сказать как у нас все единственное я не знаю как он к другим там относится как вот там к торговле там к другим обстоятельствам это я не знаю но вот сколько я слышал мне все понравилось то есть видно что человек возрожденный был начитанный был да не то что начитан а именно дух божий им двигал конечно начитан он может там какой-то доктор еще тоже был или кандидат там что-то у него было такое он главное на приходе это пробыл всего как я понял три года что ли когда ему приход дали я вот документально фильм смотрел о нем там матушка иона говорит что как только ему приход дали так и он все пропал из дома три года занимался со своей пастрой трудился над ней сейчас вот шли дарья мне говорила как из Дени Вова идем так постоянно какие-то приключения да да интересные так что в следующий раз подумай идти со мной куда-то или ехать не наоборот все классно хорошо что у брата машина теплая иначе бы тут холодно сейчас бы какую-нибудь шестерку усели бы и замерзли бы лучше как этот брат один там есть у нас знакомый нашей общины он едет у него жигули он рукавом протирает окна то есть печка не работает вообще ужас или нет не то что не работает он экономит бензин еще придачу вот так тоже ну что если у человека нету денег хорошо что мы не знаю вот дошли наверное пешком и я бежала маленько и это я прям согрелась да хорошо когда последний раз вы шли это обратно шли да 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 обратно да ну и тоже даже маленько бипакел а так и надо было чтобы согреться и нервнуть у меня пальчики даже не челкали отошли? сразу отошли ну да движение тоже есть тепло а ты еще раньше к нему через Бельмесево ездил да? да там остановка до конечной доходит до конечной я там выходил и со стороны снизу поднимался там где у них такая извинистая дорога идет с деревни это уже за деревней получается там ближе да? на было можно было а он говорит что там вот где мы видимо свернули там ты налево-то повернул а там видимо дорога есть где-то он говорит 100 метров от него где-то там дорога идет протищенная по какой-то улице а он сегодня сказал там? да вот сейчас вот когда мы пошли вы уже вперед пошли а он след скрикнул что там я говорю да уже поздно машина там в другом месте у нас уже не выйдешь ну будем узнать я просто забыл про расстояние что там большое расстояние еще идти там мы могли бы вернуться и через Бельмесево заехать там бы поближе было подниматься машину та же могли бы где-то оставить и все ну а что сделаешь слово бы мешает инди говорит тоже думал да в суп попал даже мы так же ночью ехали да? ну да что-то похоже да нас потеряли? ну да ну там-то мы уже настроились ночевать ну да уже все смирились со своей участью что Господь нам посадил там я кстати молилась когда мы сюда поехали чтоб мы не застряли нигде ну мы не застряли мы шли прыжком ну мало ли я бы куда-нибудь еще провалилась тащили б тебе ага ну ладно слава богу за все а люди живут какая сестра? а у которых много детей да как их в милетах а то потеряв куда хотела их а Лена? да 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 я ее многодетная называю да многодетная нет еще она как тогда отошла от нас все видишь она начала слушать там этих кузнецов одного лжа который дошел до того что Ветхий Завет это плохой бог в Ветхом Завете а Новом Завете хороший Господь то есть внушил ее в ушито и все и она подкосила ее это ну вроде в храм ходят они ходят я вот тут видел я ее саму не видел а видел ребятишек на крещение они шли на это на опе в процессе как раз за священниками они повернулись и так улыбались мне Викой двойняшки у нее одна из них хорошие девчонки да хорошие Вика мне вообще нравится она такая добродетельная тащая которая да 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 она еще говорит я хочу быть этим воспитателем в детском ну в этом в садике хорошая профессия выбирать они были получается три года назад три да я их возил потеряя вход ну да они же не один год были то у них Андрей там тяжелый ну Андрей да Андрей и этот второй тоже оба оба ребята тяжелые но этот особенно Андрей да он в машине тоже ехал там вот поворачивался вот так вот Барнов выглядит красиво ночью да сколько светильников сейчас бы Игнатьич сказал бы что не экономят электричество зря тратят что так это мы сейчас что проезжаем какой это тут у нас парк центральный или какой он тут считается да центральный да это мы сейчас тут где эти трамваи разворачиваются Район Старого Базара Вот тут дом сгоревший Магазины Да, потоки будут бурно весной Да, как бы это таять Большой будет, да? Да Это мы уже едем по Ползнова Улица Ползнова Сейчас подъезжаем к Ленинскому проспекту А там знак В Красном Круге этот, как он называется Мотоцикл, это еще ему запрещено здесь ездить? Да Именно по Ленинскому запрещено? Да, ну смотря где он делал Не, он там Проехал влево Да, да, вот тут Да, запрещено Как раз было Игнать Тихонович будет доволен Да еще бы, я сам доволен Я первый захотел, видишь Я говорю, сегодня утром хотел ехать на автобусе Но он мне отговорил, говорит, зачем ты пойдешь Ну далеко это на автобусе Там с Бельмесева ты хотел? Ну да, с Бельмесева Там бы ближе было, конечно, подниматься А пешком идти там ближе, да, получается? Ну ближе, да, конечно, ближе Я помню, когда приехал сюда первый раз в Барнаул И шел тут по улице Она мне такая долгая показалась Иду, иду, думаю, где же тут ползунова шесть Летом как раз было А сейчас уже привык Минут пять уже, и дома Да, это сугробы, конечно, вообще чуть-чуть Ну сугробы вообще большие Ну хоть чистят валы, да, так маленько, да, вроде? Ну иногда, да Не часто, но чистят В основном лишь накатан Вот весной, как ездить будем, да? Ну а что? С Божьей помощью Тебе-то переживать что? Тебе переживать он как Лене Матери в Дарье Мама, твоя же низкая машина Ну да, посадка низкая Гладущего Ну вот мы уже поезжаем к дому Сапачки тоже ходят Ну спаси Христос Тебе, брат С Богом, брат С Богом С Богом Оставайтесь Пошел я На машине, конечно, удобней Не считая той прогулки, которую мы прогулялись Ладно, с Богом Ну все, брат Андрей повез нас Красиво Черепанова Сейчас он меня привез домой На Повзинова 6 С Богом Вот так вот Слава Богу за все Аллилуйя